МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Евгений Додолев собрал редкие фотографии для семейного альбома Светланы Пермяковой. Смотрите, откуда такая фотография? Актриса расскажет о своей первой любви. Пермяковой, ты посмотрите, Пермякова, ты за парни бьёс. Отце своей дочки. Мы познакомились, когда Максиму было 18 лет. Мы не хотели из этого шумиху делать. Коллегах по КВН. Кто это? Да это этот самый, Димка Прикоткин. И любимому сериалу. Когда говорю, Вань, до тебя не дозвониться вообще. Как не дозвониться? У меня всё, я весь, пожалуйста. Я говорю, да не дозвониться до тебя. Как татуировка наладила личную жизнь Светланы Пермяковой? Именно как-то, наверное, эти два сердечка повлияли как-то на изменения, может быть, жизни. И тогда вот мы с Максимом как-то решили вот Варюшу заиметь. Почему из род дома её встречал Иван Охлобыстин? А я под землёй спускался, там подземный вход был, я под землёй спускался и встречал в машине. Да, да, папа нас ждал в машине. И какой её коллега по сериалу на самом деле? Я говорю, ну, ой, так Сане, надо просто поставить памятник. Так, ну а фотографии для фильма принесли? Так точно, товарищ подполковник, я лично у всех собрал и отдал Ерошенко. Ой, я товарищ подполковник, я забыл отдать. Ну а я принёс, вот, пожалуйста. Утро доброе. Сегодня мы листаем семейный альбом Светланы Пермяковой. Светлана нам сейчас всю семью и представит. Вот один член семьи уже у нас покинул стол. В общем-то вся моя семья здесь маленькая, как бы, да, такая ячейка общества. Максим Чудов, который там вот бегает, кот. Это да, а почему кот Чудов, почему он с фамилией? Сейчас я их представлю. И дочь Варвара. Варвара Максимова? Варвара Максимовна Крябина. Про Чудову. Чудову 9 лет. В следующем году у нас вообще с Максимом юбилей, 10 лет нашего знакомства. И мы, соответственно, Чудову взяли, вот, как мы вместе стали, так мы и Чудову взяли. То есть завели ребёночка. Да, мы завели ребёночка, да, попробовать. Получится, не получится. Просто было объявление, отдам в добрые руки, да, котов. И мне там отвечает, кстати, Евгений был, как сейчас помню, был Евгений, хозяин. Он говорит, вы знаете, всех уже отдал, один остался единственный. Но если, говорит, вот вы сейчас подъедете, я говорю, я сейчас подъеду, сейчас всё, подъеду, ждите. А это получается, что Макс был дома в это время, и для него это был прям приз в Кирове. Мы тебя отмоем и накормим. Я даже котировку купила. Вкусные! Ты пока у тети Любы в Сестринской посиди, а вечером домой поедем. Чего? Ну как у тети Любы? С ума, что ли, сошла? А до этого мы ходили по рынкам животных и искали котёнка. Британского сноприлей. Получается, породистов и искали, но не нашли, я уехал, и Света без меня решила взять ответственность на себя. Я прихожу, и там в коробке маленький, вот такой, голову высовываю, чёрный, с белой манишкой, смотрит на меня, с усами белыми. А у меня такая была куртка с мехом вот здесь вот. Он такой, вот сюда, давайте, я 20 копеек отдала, он говорит, берите, берите. Он говорит, я потому что последний остался, я уж пошёл к станции его, ну, может, кому-нибудь отдам. Вот и вы, говорит, как раз его, ну, берите. Я его посадила сюда вот, в груди, вот в меховое, и всю дорогу, и сама за руль, и домой, всю дорогу он молчал. А у меня дома была наша крёстная, ещё член нашей семьи, крёстная Оля, Варюша крёстная. И в это время был чемпионат по биатлону, соответственно, какой был год, тоже не помню. Я уже начинаю догадываться, откуда. Ну да, 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 а мы с Олей, страстные поклонницы биатлона и чудов, как раз наша русская, там, эта самая ракета, чудов. Как раз Максим бегает, я говорю, ну, чудов давай, чудов. О, мысль-то какая отличная. И вот это у нас чудов появился, такой чудов. Мы его по-разному, то чудо, то чудов, то чудовище, вот иногда по-разному бывают. Ну, у вас уникальная измерительность, я думаю, что это единственный вообще код по имени чудов. Да. В этом возрасте у Светы были кошки? Нет, в этом возрасте у нас не было кошек. Я очень, кстати, хорошо помню эту фотографию, мы сделали. Это было в ясликах. Я младше Варюши, здесь мне, наверное, годика, ну, наверное, три, два, здесь даже двух, наверное, мне нет. Это ясли. Это мама меня так подстригла. А, вот эта челка очень креативная. Да, креативная челка. И платье было такого бордового цвета. Шикарно? Да, хорошее. Если бы ты знала, с каким боем я его вырвала в переходе. И я очень расстроенная здесь, потому что мы ели манную кашу, и я вот манную кашу на себя вот здесь вот опрокинула. Вот кашу не видно, а что расстроено видно глазки. У меня такая здесь фотография, где я сижу на скамейке, и у меня здесь везде слюни. Я, наверное, сегодня я очень похожа. И я, вот вроде вот... Ну, челка-то не такая, наверное, челка-челка уникальная. Вот вроде год и восемь, но я так хорошо, что мне вот, вот, мне здесь пят, и я буду некрасивая. Это было потрясающе, конечно. Ну, вот, ну, посадили, сфотографировали. Что-то повезло, зато очень приятно. Варвара Максимовна, ты видела такое? Ты маму видела такое? Да, что это мама? Не уверенно сказала. Не узнала. Не узнала? Ну, кстати, теперь-то Пермякова такой бренд, что вот эту можно запатентовать, вот эту стрижку, да, и... И за дорого продавать. Хам! Хам! Но в хорошем смысле слова. А вы знаете, что вот это за здание? Подождите, подождите, подождите. Сперми связано, наверное. Подождите, подождите. Это детский сад. Точно. В тот самый... Которого сейчас уже нет. Вот нам надо. Его сейчас уже нет. Его нашли. А-а-а! Боже мой! Нам с мукомольного завода... Когда я сюда ездила в том году, в Пермя, я хотела его найти. Я в этом году ездила, я в этом году ездила, вы не представляете. У меня все время вот во сне, я возвращаюсь в свои прошлые годы, вот в прошлое, возвращаюсь, и как будто бы что-то я где-то не дошла, что-то я не доделала. Я вижу старые какие-то здания. И в этом году, у папы как раз был год со дня смерти, и мы приехали, и мой друг там, Володя, я говорю, Вова, поехали. Он таксист, Макс, потому что с Варюшкой были дома здесь, я одна. И я вот, вот, мы пошли по тем моим детским шагам, я говорю, вот это вот дом бабушки, он еще живой, он стоит трехэтажный. У меня прям мурашки, бараки, все живые. Я говорю, вот по этой тропинке мы шли в садик. Мы шли-шли-шли, я говорю, бараков уже нет, но тропинка осталась. Мы идем, идем. И знаете, как будто ребенка обидели, не дали конфетку. Я говорю, вот это здание. А вот за ним, вот за ним... Я был. Я говорю, а что за ним? А за ним стоит высотка на 20 этажей. Так же детская площадка, так же все. Но, говорю, уже 20 этажей, и вот этого садика нет. А он мне очень снимется. Вот эта фотография, но здесь вам уже не 4, а скорее 14. Здесь не 14. Да, 13-14 лет. Это мы в доме отдыха Сокол, около города Лысева. Потом, где я и работаю. Да, это большое озеро, 7 километров, оно в длину. И кто же знал, что потом, спустя сколько там лет, я буду работать в этом городе Лысево, в театре. А что это? Не могу понять, а за что такие привилегии? А я так понимаю, что Варя так и не видела бабушку, да? Нет, дедушку она видела. Бабушка ушла раньше. Бабушка ушла именно в тот год, практически в тот месяц, когда я забеременела Варей. А дедушку, Варя, ты дедушку Юру помнишь, старенького, который на колясочке? Помнишь ведь? Да. Кушай. Это мамиратор. Максим, а как вообще с тещей и тестем складываться? Нет, ну учитывая вот этот контекст, что вы... Они для меня были как бабушка с дедушкой. Я приезжал в Перми, меня всегда встречали с пирогами, с супами. Никаких проблем не было, все было замечательно. Да, Баня, ты что такая веселая? Наркотики за квартал сошлись? Или наоборот не сойдутся? Ритка! Мне, по-моему, купит мам предложение, собирается делать. Они меня очень любили, да. И тетя Шура, мамина сестра, помню. Когда познакомились, и тетя Шура очень была верующая. И она, когда с Максимом познакомились, она ему руку поцеловала почему-то. У меня такое ощущение было, что я как священнослужитель вошел в комнату, он говорит, да, батюшка. Что такое? Так было смешно. Да. А вам-то не предъявляли родители так? Нет, никогда. Нет? Никогда. Мама сразу приняла Максима, и папа сразу принял Максима. А ваши-то родители, Максим, как отреагировали? Лучше от меня комментировать. Понял. Все, не-не-не. Не таданя, не таданя, таданя, таданя. Ну, в деревню, там, где папа живет, мы ездим. Достаточно часто ездим, потому что там настоящая русская деревня, где зимой минус 30, и где летом можно замечательно отдохнуть. И Варюшу показать деревню, поэтому мы с большим удовольствием туда ездим. И у папы, кстати... У папы появилась недавно дочка. Сводная сестра. А как так? Варе она... Варе, она, получается, тетя. Тетя появилась. А, так, у вас есть тетя, да. Да, тетя два годика. Тетя два годика. Варе... Да у нас вообще очень разница большая. Получается, что, видите, тогда, когда и я родила, мне 40 лет уже было, и поэтому двоюродные сестры Варе, им сейчас по 30 лет. Очень смешно, вот эта вот разница. Поэтому мы нисколько не удивились, что сводная сестра у нас появилась. Ну, это так здорово, что вы решились, но роботы-то не все решают вот 40 лет родить. Ну, тут уже... Да нет, на самом деле, таких историй очень много просто. У нас не очень много. И я думаю, что вот этот пример, он для многих такой вдохновляющий. Счастливая ты, Любка. Да не говори. Вы знаете, я тоже очень удивилась. Мы приехали, было 25 лет после окончания школы, мы собираемся. Варке уже годик, наверное, два было. Оказывается, мои одноклассницы по второму кругу пошли рожать. То же самое, то же самое, 40-летние девицы. Поэтому мой показатель, я далеко как бы не исключение. Это сейчас вообще несколько возрастов-то двинулся. Да, в общем-то, знаете, женщины, может быть, молодеют. А вы общаетесь, да, с вашими школьными подругами? То есть у вас звездные болезни? Нет, да вы что? Нет, нет, нет. Они во дворе встречаются, лазят там по турникетам. Романились уже в эту пору, наверное, со страшной силой все? Нет. Нет? Почему? Перестаньте вы, Андрей Евгеньевич. Нет у меня никакого кавалера. Поцапались, что ли? Вы знаете, я была комсомольским работником. Поэтому я была очень активной... Комсоргом? Не комсоргом. Я работала в комитете комсомола. Да что-то как-то вот, знаете, сейчас считается... У тебя вообще есть пацан, да? Ну, это вообще... Или там, у него пацана, у тебя есть девочка, девушка там, да? Ну, тогда все нормально. А если у тебя нет девушки, ну, ты какой-то вообще второсортный. Вот очень странное было время, на самом деле. То есть в школе не было ни одного романа? Не скажу. У меня, наверное, может, в 10-м классе один романчик был небольшой. В 9-м. Он продлился, наверное, полгода. Ну, там тоже мальчик был на год младше меня, которого я в комсомол принимала. Понятно. Неделю ко мне ходят. То один, то другой. И каждому нужна новая, новая парадная военная форма. А ведь никто не пришел просто так. Он меня по-другому посмотрел. А, это он посмотрел. Инициатива была его. Вот именно это всегда очень важно. Для девушки всегда важна инициатива со стороны мужчины. Можно, да, Жень? Вот так вот у вас рука. Мои руки лежали на столе. Тут комитет комсомола. Фу, этот, значит, устав. Я сижу, ему объясняю, что нужно, какие ордена у комсомола, благодарности и всего-всего. Нет, нет, нет. А он взял вот так свою руку и меня, и положил на мою руку. И это был удар током. Люба, ты божественна. Есть импень и дырит-мадрит. Что это? Может, он ошибся? Нет, нет. Он, конечно, очень хитро сделал. Он такой, какие хорошие у вас часы. Ну, там, у тебя, там, я уже не помню, вы-то. Я говорю, да, а правда, часы у меня были очень интересные, которые я еще в первом классе нашла. Тоже интересная там своя история. Я говорю, боже. И вот это вот как бы первое тактильное такое... Да, как бы повлияло. Мне уже, конечно, не до этого, а это была весна. И помню, что 1 мая мы пошли на демонстрацию 1 мая вместе. Он нашел меня. Мы шли в своей колонии со своим классом. И он нашел меня, дошел, и мы вместе. А мне как? Я в крючете комсомола. Мне как-то не пристало. Девушки из власти. Вот. Как-то там шашу не крутить. А Примякова, это посмотрите, Примякова, это с парнем идет. Ой, а это он еще из вашего класса. Ой, ничего себе. И вот мы так помним, что прошли... Вот это желтая пресса того времени. Ну да, желтая пресса. И мы пошли гулять. Боже, у меня было первое свидание. Мы там в лес пошли, Балатовский, по этим паркам. Слышка, Лиан, а ты вот знаешь, перед тем, как девушке предложить секс, за ней ухаживают. Ей говорят там разные комплименты, ну, красивые слова. Ну так ты это... Ну ты это, ну типа... И он такие планы строил, для которых для меня мы поженимся, а у нас там... Заведем кота. Что? Когда? Куда? У меня такие вещи, я вообще для меня так по ушам как бы ездил. Ну, я думаю, что он какие-то перспективы рисовал бы. Возможно, очень даже как бы правильные взгляды-то у него были. Так у меня были взгляды не те. Ну да, да. А у меня вообще... Я вообще не знаю, какие у меня даже были взгляды. Вот, Женя, я даже не знаю. Вот не знаю. Я жила, как жила. Вот жила и жила. Вот эту фотографию нам... Да, первый курс. Да, ваша однокурсница передала. Да вы что? Да, да. Интересно. Кто это? Лена. Панина? Нет. Зибзеева? Да. Вот она, Зибзеева, Лена. Наш первый курс института... Какого института? А, Пермский государственный институт культуры и искусств. Куда я поступила? Замечательно. Вы на режиссерском, да? Это да, это режиссура. Режиссер театрального коллектива. Жанна Кадникова. Вот здесь вот она. Вот она в этой красивой шляпе. Это ваша напарница. Да, Жанна. Вот мы с первого курса. Жанна Кадникова. Сейчас она режиссер реальных пацанов, бедных людей. Дальше секс-карфелы Жанны. КВН. Это вот здесь вдвоем как раз в образе. В образе, да. Светки и Жанны. Да. ПТУшницы такие. ПТУшницы, да. Кто это придумал вот с синим губом? Знаете, ну, во-первых, образ, вот этот дуэт придумала Жанна. Пойдем вечером ко мне. У меня никого. Нет. Пойдем ко мне. У меня есть кого. У нас капустники были замечательные в Тюзе, в нашем Пермском Тюзе, где мы работали актрисами, служили. И был определенный капустник к 23 февраля. Мы поздравляли пацанов наших актеров. И это был проходной номер. Вообще проходной. Она говорит, нашими зрительницами выйдем. Потому что в Пермский Тюз кто ходит? Вот сгоняют же всех поголовно. Там школы, классы, там ПТУ, все, чтобы заполнить зал. И они сидят, пардон, бутербродами. Мы уже привыкли все. Парень сидит, у них колени девка. И вот этих девчонок мы постоянно видели в зале. Которые сидели в шапках. Мы такие. И она говорит, ну вот эти быстренько их сделаем. Поздравим одного нашего актера. Ну и сделали. Мы не думали, что у него такая будет долгая жизнь. Спустя, может быть, день-два к нам приходит наш режиссер Татьяна Жаркова. Она говорит, девчонки, говорит, тут учителей надо поздравлять было. Может быть, ваши девочки, говорит, фанатки было называли. Может быть, фанатки ваши поздравят вот учителей? Жанку, ну давай. И Жанна, она писала все вот наши сценарии. У нас уже определенные шутки были. Мы просто подставляли имена там, фамилии. Мы год целый откатали по Перми. Мы поздравляли всех с днем рождения, со днями свадеб, с юбилеями. Наши фанатки вот так вот разъезжались. Мы так хорошо поработали. И только потом появился КВН. А вы, Максим, видели? Ну, я когда в старших классах школы был, видел на остановках афиши. А вы афиши на остановках? То есть это... Ну, в Кирове они гастролировали. Ну, при реальности. Ну, я не любил КВН и не смотрел. Почему? Не поклоняй был к вам. А как у нас чувство юмора вообще? Хорошо. Хорошо чувствую юмора? Ничего, так неплохо. А вы в жизни общаетесь с Жанкой? Жанкой? Ну, в связи с ней общаемся. Жанкой общаемся. А вы нет? Нет, Жанна, когда приходит, почему нет? Просто сейчас каждый же занят из нас. Слушай, давай выпьем за наших прекрасных друзей. А тебе нельзя. А вот это, я наскоку понимаю, какая-то, видимо, гастрольная или это съемки? Подождите, кто это? Кто вершел, что ли? Да, это этот самый, Димка Пригодкин. Слушайте, откуда такая фотография? Удивительно. От Селезневой любовь такая. От Селезневой? Да. Дима Пригодкин. Да, были, да. Ой, это да, это наши гастрольные уже как бы КВН-овские туры, когда мы... Смешно, удивительно. А там все остальные пельмени ходили. Соколов рыбачил в каком-то маленьком каком-то озерке непонятном. Это уральские пельмени. Это уральские пельмени. Это уральские пельмени. Это уральские пельмени, да, да, да. У нас был совместный тур просто. Да, это мама, видишь, с метлой. Вот. И у нас были совместные концерты. Уральские пельмени и наша Парма. И вот мы на одном из... Ехали, ехали, ехали. Давайте остановимся, давайте остановимся. Узнала, да, у кого-то? Голубые. Голубые губы у мамы, а у тети Жанны бордовые. И давайте где-нибудь остановимся, шашлыков сделаем. Ну, давайте. Да все уже посмотрели. Все пропустилось. Ну, и мы просто вот здесь вот лишили, после уже, видимо, шашлыков, или они еще делались. Ну, так вот отдыхали. В эти времена уже корпоративы, да, вовсю практиковались? Так они всегда были, корпоративы всегда были. Ну, это у вас всегда были. У нас много чего было, но у нас вот целый год застрелили. Можете вспомнить самый веселый какой-нибудь, самый неожиданный? Или они все так ровненько, без приключений, приехали, отработали. Зядом Морозом посчитать корпоративные, когда-то Снегурочка была. Ну, это был вообще мой самый первый корпоратив, когда я только еще... Ну, расскажи, она же смешная. Ой, господи, нет. Ну, это знаешь, как бы... Как? Нет, надо. Уже мужчина сказал, надо. Смотрите далее. Как татуировка наладила личную жизнь Светланы Пермяковой. Именно как-то, наверное, эти два сердечка повлияли как-то на изменение, может быть, жизни. И тогда вот мы с Максимом как-то решили вот Варюшу заиметь. Почему из роддома ее встречал Иван Охлобыстин? А я под землей спускался, там подземный вход был, я под землей спускался и встречал в машине. Да, да, папа нас ждал в машине. И какой ее коллега по сериалу на самом деле? Я говорю, ну, ой, тут Оксане, говорю, надо просто поставить с памятник. У нас много чего было, но у нас вот целый год... Можешь вспомнить самый веселый какой-нибудь? Это, знаете, это даже не корпоратив. Это вообще в моей жизни первый раз, когда еще существовали бюро добрых услуг. Это 89-й год. Я только закончила школу. Это еще СССР. Конечно, это еще СССР. Я закончила школу и поступила в институт. И вот эта вот зима, я решила по профессии поработать. И меня взяли с Небурочкой, выдали мне из бюро добрых услуг, выдали мне шубу. Я дома их расшивала шубу. И знаете, как вот первый просмотр вообще? Заходят Деды Морозы, это таксисты. Ну, пермская там как бы таксопарка. Вот, осмотр был. А почему таксисты? Потому что они за рулем. А дополнительно кого-то занимать, чтобы еще возили? Не было. И они заходят в этот бюро добрых услуг. А мы все стоим, девочки, Снегурочки, мы все стоим. Кастинг. Да, кастинг. И они заходят. Так, ну вот я вот эту возьму. А я вот эту возьму. Он говорит, ты со мной будешь ездить. Я говорю, хорошо. Сейчас пойду возьму там разнарядку. Все, он шел к начальнику, мы давали разнарядку. Он говорит, так, все, по Кировскому району будем ездить. Ага. Ладно. Вот у нас тут 30 вызовов. Но еще что удивительно, он же за рулем, он же выпивать не может. Кстати, да. А предлагают. А предлагают. Это обязаловка просто, ну а как Новый год. 31-го очень было хорошо. А на второй-то день, 1-го числа, было худо. И знаете, меня сгубило, что брашка. Наша уральская, пермская брашка. Пьется как компот. Она пьется компотиком. Ну, пьется газировка просто. Газировка. Со знанием дело сказано было. Я не пробовала. Ну, сказано было со знанием дело. Ну, я хлебанула ее. Как вот думаю, ну что, хорошо. Для веселья-то надо же как бы немножечко сделать. Так я и так вроде весела. Отработала, все хорошо. А как же она потом шибает-то? Боже мой. Евгений, это же... О, елки-моталки. В общем, я вам скажу честно, что три или четыре адреса я просто пропустила. То есть? Просто я сидела в машине. С белочками с белочками в лесу осталась. Она говорит, сиди. Сиди. И поэтому четыре вот так вызова я просто пропустила. Потом собралась. Думаю, ну как же мне же, я же на работе. Светлана, а давайте представим себе, будь то бы вы Россия, а я Латвия. А почему я Россия? Ну, во-первых, у вас есть горы. А во-вторых, вы хряпнули водочки перед выступлением, да. И вот тогда мне, наверное, впервые пришло осознание того, что работа и выпивка – это две вещи несовместные. А вот эту вы помните? Эту работу? Это солдаты. Это Анатолий Кощирик. Это где-то мы в Подмосковье снимали натуру в одну из серий. А солдаты снимались в Подмосковье вообще, да? Солдаты снимались в Нахабино. Там была военная часть, которую потом расформировали. Мальчики служили, ходили. Мы в казарме были. Я и спала, я в казармах. В общем, все как бы было. Я говорю, три года я отслужила. Жанна Семеновна, это что такое? Приказ был при всех орденах. Мы все согласны приказу, а вы? Или что, у нас в складе формы нет? Товарищ подполковник, я просто подумала, работа еще уйма. А к построению переоденусь. А попали-то вы в Москву. Вы предметно приехали на съемки или нет? Или вы в Москве оказались уже? Нет, в Москве я оказалась благодаря Чужому, Андрею. Но его здесь, наверное, фотографий у вас нет. Он как раз искал себе со-диджея, со-напарника. У меня очень был характерный говор и речь такая очень узнаваемая, что он говорит, что по радио это как раз самое то. Ух ты, Господи, ну что ж, надо помочь. Пособить как-то. Я благополучно уехала, бросив, наверное, команду саму на себя. Год ребята работали без меня в Перми, а я уже год была в Москве. Я вот в этом году у меня 10 лет пребывания в Москве. Поработала год на радио с Андреем. И вот в конце этого года начались съемки «Солдат». Ну, для меня начались. Это такой уже звездный период в таком, в национальном масштабе. Ну, как, ну, как, ну, знаете, известный, популярный, скажем так. Ну, Варюшка, смотри, какая-то маленькая. И где мы на тебя получили пакет из роддома? Здесь не видно. А вот что здесь видно на этой фотографии? Это дракончик. Да, татуировку. Вы на седьмом месяце решили. На седьмом месяце сделали. Вон ты, лежишь маленькая. Неожиданное решение. У меня вообще две тату на моем теле. У меня на плече два сердечка. Именно как-то, наверное, эти два сердечка повлияли как-то на изменение, может быть, жизни. Тогда вот мы с Максимом как-то решили вот Варюшу заиметь именно в этот год. Варень, ничего не путай. Там дядя Женя сейчас будет. Все нормально, нормально. А это на седьмом месяце я решила, что у меня вот дракончик рождается. А, потому что год дракона. Да, это год дракона. Поэтому вот дракошу я себе сделала. Но вторая пока свободная. Ну, к сожалению, пока. То есть есть в этом? Ну, я думала, что вторая будет, да. А то есть если бы ты родила в год петуха, то петух отзял. Да, был бы петух. А, кстати, про роды. Я правильно понимаю из этого фото, что забирала хлопрошки? Ваня, да, Ваня. Левонька. Ромашка, ты моя придорожная. Ты мне скажи, ты с Купитманом помирилась или нет? Перестаньте, Владимир Евгеньевич. Слышать не хочу ничего про этого пуделя Дранова. Ой, мы там должны были прятаться от желтых всяких газет, потому что много корреспондентов было, а мы не хотели из этого шумиху делать. Они очень долго гадали, кто папа, кто чего. И то, что Ахладистин забрал ребенка, это вообще совершенно желтый. А я под землей спускался, там подземный вход был, я под землей спускался и встречал в машине уже. Да, да, папа нас ждал в машине. А Ваня со всей семейственностью, с Оксаной, со своими детьми. Вот Варвара как раз держит Варвару. Это его Варвара. Сейчас уже большие все девчонки. Варвара, а почему она Варвара? Варвара? В честь кого? Да, в общем-то, даже не в честь кого. Когда думали-думали, а у меня на холодильнике висел список всех съемочных, как бы вот все съемочные, ну, актеров. Ну, Кристина Асмус, там, Варвара. А по-моему, Мила. Ну, как-то так. А вас как называют, Варвара? Папа, как называют вас? Ну, к чему? Папа Максим, тебя как папа тебя зовут? Нет, тебя, папа тебя как называет? Я про Варишку слышал вариант. Нет? Мы это и пытались, но у меня не прижилось. Ни вареник, ни воришка не прижилось. А вот Варвара... У нас принцесса, солнышко, Варечка, Варюшка. Как ты любишь, как тебя называют, Варюшка? Да, есть? Доченька. Варвара. Она любит официально. Варвара Максимовна. Совсем официально, Варвара Максимовна. Вот здесь вот Варвара Максимовна. Вот она, Варвара Максимовна. Здесь совсем, совсем еще... Размером с куклой. Даже кукла большая. Варике здесь три месяца. И мы вот причастились, это после причастия. Мы приехали домой, собираемся, и мы поехали на первые гастроли. Вот, прям все очень... Смело? Смело. Да. Ну, а что, работать надо было? Мы все вместе, поехали. Полетели. Полетели. Так у нее же, первым у нее же паспорт был. Мы пришли делать паспорт, заган паспорт для Варюшки. Она головку не держала еще. Она же должна была быть вписана. Она вписана. Ну, и паспорт тоже необходим. И отдельный, да? Сейчас уже отдельный. Сейчас уже не вписываю, фотографии не вклеиваю. Мы притащили ее, она со второго раза даже не получилась. Потому что там уже надо смотреть в этот самый, чтобы радужку как-то там сфотографировать. Не фиксировалась, да? Не фиксировалась. Господи, у меня, говорит, первый раз такой пациент, он как бы клиент, маленький такой. Первый раз. Я говорю, как мне ее фотографировать-то? Нет, как-то сосредоточилась, молодец. И он еще 10 лет действительен. Мы уже сейчас новой сделали недавно совсем паспорт. А так мы еще в Америку слетали. Нам сказали, что больше нас не пустят с таким паспортом. Потому что можно пол России вывезти по этому паспорту. А в Америку-то на гастроли тоже, нет? Нет, мы летали отдыхать на Рубу. У нас транзит был однодневный. Папа нас вывез. Ни куда-нибудь, ни Куба, ни это самое, а на Рубу аж поехали. Полетели. Долго летели. Ну, хорошо. Там эти самые, кто это были-то? Фламинго, игуаны. А чудов-то с кем оставляете? А у чудов на крестную оставляем. На крестную, на крестную. У нас достаточно нянек. У нас много. Он не брошенный. Я пойду в туалет. Ой, иди сходи. Варенька, осторожно. Макс, чуть возьми там. Я тоже. Коль скоро про Хлобыстинскую речь пошла, то здесь ваши партнеры. Да, Вадим Демчук. Мало кто здесь все знает. Нет, он узнаваемый. Даже в этом и образе он вполне узнаваемый. А вы строгая такая здесь девушка. Да, я очень строгая, да. Пень кудрявый. Сама такая. Мне, кстати, Хлобыстин рассказывал, что вы как на космическом корабле. В этих съемках абсолютно изолированы были от всего мира, что это полное погружение в атмосферу интерна. Ну, так оно и было. У Вани было больше, конечно, съемочных дней, и он больше погружался, и у него занятость, конечно, была катастрофическая. У меня все-таки было поменьше. У меня как бы такое было. Ай, ты! Ну, там, по-моему, тоже та же самая история, как вы рассказывали, что в казармах на Салатах, что там тоже на каком-то заброшенном заводе. Были построены очень потрясающие декорации, конечно, вот Слава Дусумхамедов, когда у нас продюсер интернов и папа родной, автор идеи. Вот он их сделал, построил, вот он так гордился. Он говорит, первый, вот показал первый, вот еще только застройку, пойдем, теперь все покажу. А я зашла, и вот запах вот именно как в больнице, он новый, чистый, вот такой прям стерильный. Я думал, что вы в больнице снимаете. А вот нет. А Хлобыстин-то он отец героин, потому что у него... О, да, героин. Да-да-да, отец героин, да. Столько вообще детишек. Он консультирует? Семь, подожди, шесть, 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 шестьдесят. Иван Иванович настолько занят своими детьми, что мы порой не можем не дозвониться до него. Ну, у него сейчас, у него очень много номеров, до него добраться очень трудно. Причем он всегда удивляется, когда говорю, Ваня, до тебя не дозвониться вообще. Как не дозвониться? У меня все, я весь, пожалуйста. Я говорю, да не дозвониться до тебя. Что интересного за ночь произошло? Очень много. Гаврилов из хирургии привел себе молодуху на ночь. У них всю ночь лампочка горела. Не входить, идет операция. Вы к нему как всерьез относитесь, как к священнику? У него же был этот сан. Да, конечно. Он никуда не делся, он так в сане и остался. Просто у него сейчас... Ну, разве это можно совмещать? Он просто не имеет права служить и не имеет права совершать таинства. Многие он не имеют права. И благословлять он благословляет. Вы знаете, происходит некое моментальное преображение человека, когда вдруг из такого совершенно раздолба, я можно сказать, да, расхлестанного, вдруг начинаешь говорить эти серьезные вещи, он абсолютно тут же сразу включается, переключается, и начинает говорить очень здоровские, разумные вещи. Ну, поэтому я его очень люблю, он молодец. Но иногда бывает абсолютно бесшабашный, абсолютно бесшабашный. И в такой момент его просто надо ставить в покое. Я говорю, ну, ой, тут Аксане надо просто поставить памятник. С этого мгновения, пожалуйста, поподробнее. Хочу деталей. Максим, а вы шабашный? Не, ну я могу подорваться куда-то, уехать неожиданно, там, за час куда-нибудь улететь. Ворюшка вот такая же, вчера после садика говорит, папа. Я говорю, поехали к моей сестре в Нижний Новгород съездим. Она говорит, папочка, нет, а поехали в Париж. А, кстати, неплохо у ребенка-то все с этим. Да, да, да. На романной остановке. Она привыкла, что я езжу очень часто, и она мне такая иногда. Папа, мама на работе, поехали куда-то, а мы ей не скажем. Полетели куда-нибудь на самолетик и слетаем. Ну, мы так летали, про Рассочи, куда-то недалеко. Маме не говорили? Ну, мне, нет, мне сказали, сказали. Я говорю, нет, давайте в Париж со мной. Я тоже хочу в Париж. Я в Дублину, ну, у нас такие, да. А советы по профессии Светлане? Да, я тоже отчасти режиссер, поэтому даю. Слушаются меня. Ну, так и должно быть. Я прислушиваюсь, нет, я прислушиваюсь, конечно. Мужчина должен быть, да. Люба, вот в этом собирается пойти на юбилей. Жесть. Мне часто очень приятно, что, знаете, как бы, ну, как бы я могу сказать, потому что вот за эти 10 лет мы познакомились, когда Максиму было 18 лет. И сейчас уже прошло достаточно времени тогда, когда человек перешел вот эти вот круги, называется, взросление, там, дури какой-то, и прием, прием. Ну, да. Да, и вот порой, например, я сейчас начинаю ему говорить, я говорю, ну, помнишь, что ты мне сказал тогда, вот, говорю, ну, вот, там, пять лет назад, там, вот, что это, он такой, я такое тебе говорил, или, там, четыре года назад, я тебе такое говорил, ебда. А, ну, то есть уже, уже склероз возрастил. Да, и уже склероз, он уже не помнит. Я говорю, ты посмотри, я говорю, ты меня тогда, ведь, говорю, очень сильно обидел, например, или вот такими словами сказал, да. Он говорит, я тебе скажу, я говорю, да. Этого не было. Нет, это, это не может такого быть. Так, Левин, я очень надеюсь, что у тебя сотрясение мозга, потому что, если нет, то я тебе его устрою. Все, сейчас уже ушло на другое, как бы, на какие-то серьезные вещи. А вот это было, это было, это было в этом году, что я царю, да. Ну, как-то к сельскому хозяйству у нас тянет, и, может быть, мы в будущем какую-нибудь ферму небольшую сделаем. Я слышал, что это Варя на любимое место. Да, коровки. Мы объездили очень много, мы прилетели в Германию, поехали на машине в Австрию, в Италию, очень долго были в Италии, и последняя страна была... Барбара, вы... Иди-ка, посмотри, Варь, посмотри-ка, коровки, посмотри. Где это было, Варюш? Вспомни. Вспомни, где это было? Деревня. Деревня, да. Швейцарская деревня. Швейцарская деревня. А пока разницы нет для нас, российская или швейцарская. Там, где коровки. И по всем воспоминаниям, Варюшу почему-то больше всего эта деревня нравится. Кто там был в этой деревне, Варюш? Расскажи-ка, что было в этой деревне? Котики. Котики были, а кто еще? Все были. А с большим зеленым хвостом кто был, Варь? Кто там летал? Вспышный хвост. Громко кричал. Павлин. Павлин. А сумасшедшие эти ослики? А кенгуру? Забывали? Откуда кенгуру в Швейцарии? О, там ферма такая была. В Австралии. В Австралии. И в честь этого завели в кенгуру себя. Света, а у тебя какая ассоциация возникает со словом гондольер? Венеция. Смотрите далее. Чем Светлана Пермякова удивила поклонников? И все смотрят, фотографируют. И как она в прошлом году шокировала родственников в деревне? Максим у нас просто мастер на выдумке. Мы приезжаем в его родную деревню. Я говорю, в следующий раз мы должны на вертолете прилететь. А вот это уже не швейцарская деревня, а так, насколько понимаю, вполне себе подмосковная. Это два месяца назад мы на мой день рождения поехали в мою деревню. Мы взяли дом на колесах. Вы знаете, так необычно, когда по нашим дорогам едешь, и все смотрят, фотографируют. Это американская история. Да, но мы когда вот поехали по дорогам Италии, Австрии, там это вполне, все, все идут на домах, дом на колесах, везде просто. И так это у нас тоже есть. Мы пошли, вот взяли в аренду, Макс ходил, все взял, но для наших дорог и для нашего менталитета это несколько неправильно. Ну как так-то? Как? Мы едем в большой, вот мы встретили там семью, которая поехала путешествовать, муж, жена, теща, там, зять, в общем, ребенок, двое маленьких детей, они на огромной, ну, большой машине, там, джип какой-то, но они все вместе, как консервные банки. Из Москвы до Тюриха. Из Москвы до Тюриха они там ездили, по всем этим границам, я думаю, батюшки, а почему бы не взять вот дом на колесах и не поехать? Думаю, потрясающий вариант. Зашли в лес, набрали грибов, купили картошки, зажарили картошки с грибами, поели, легли спать. Я чувствую, вы в доле в какой-то фирме, которая торгует этими домами колесами. А вы с вами-то не говорите. Вы так пиарите, очень так убедитесь. Нет, ну, Жень, конечно, дороги не те. Дороги не те. А нас пару раз, конечно, там хорошо тряхануло, так что... Вы после этой поездки решили дачу купить или уже дача была? Дача была, но там... Дача была маленькая, мы думаем, а куска земли побольше чуть-чуть, в несколько гектаров. Я говорю, давай, давай. Папа, стройся, давай, мы построимся, давай. Коровочку, может, две? Господи! А вот там как раз фотографии, я вижу, это из деревни, когда мы... Вот это? Да, приехали на лимузине в нашу деревню. Максим у нас просто мастер на выдумке. Мы приезжаем в его родную деревню, я говорю, в следующий раз мы должны на вертолете прилететь, чтобы там все в деревне с ума сошли. Ну, не из Москвы, а то долго лететь. Ну, а мысли есть. Вот так, пожалуйста. Сейчас все в жизни реально. Вот мы приезжаем, мы то на этом огромнейшем лимузине приехали. Все с ума сошли. Вот мы как раз приехали зимой. Ну, благо из Кирова до Зуевки, в школах три часа мы ехали. Но я поняла, что не надо, говорят, что они... И вот потом мы поехали в доме на колесах, по грязи. Это уже наша деревня, да. Да, это вот у нас тетя Галя наша. В общем-то, как наша родная уже, любимая, единственная. Она не родственница по крови нам, но... Но чаще не родственники бывают ближе, чем родственники. Так, оказывается, это член семьи. Это член семьи нашей уже. Вот где мы останавливаемся, куда мы приезжаем в деревню, мы останавливаемся у тети Галя и дяди Вити. Я вам дарю этот семейный альбом, который мы для вас сделали. Да, я хочу, как обычно, обратить внимание, что здесь достаточно много оставлено вакантных страниц. Для того, чтобы мы с вами еще раз встретились через какое-то время, здесь будет больше вареных снимков, я думаю. Спасибо. У нас, конечно же. Держи. Спасибо большое. Спасибо вам. Да, и будет татуировка уже, наверное, на другой ноге, я думаю. Спасибо. Ну, надеемся. Мы очень надеемся. Что-то непонятно ничего. Ну ладно. Это к проводнику у меня была. Варюшка, иди сюда, я тебе покажу. Ой, господи, а это что? Откуда же это? Это фотография Чонкина. Бай, тихонечко. Это же фотографии Чонкина. Нет, у меня вот этой нет фотографии. А это Калашниченко, Сашка. А это фотография КВН. А сегодня ногти крашеные. Не крашеные, а ухоженные, наверное, или просто блестят. Силкин Андрюха, потому что ныне тоже режиссер. А это Жукова Ольга. Очень, просто очень-очень. Света, а я... У меня, конечно, фотографии детского садика. Вы меня, конечно, с ним поразили. Вы меня убили. Вот эта фотография. А вот это мукомольный твой завод. Да, это вот мукомольный завод. Слушайте, вам огромное спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok